Здравствуйте, дорогие ребята! Мы снова начинаем с вами наше онлайн-чтение Школы Сказочников. И с вами я, Саша Пичул, главная сказочница нашей детской студии стори-теллинга. Я очень-очень рада вас видеть. А всё почему? А потому, что я очень люблю вам читать книжки. А ещё я очень люблю читать ваши сказки. А больше всего на свете я люблю придумывать с вами интересные истории. Ну что, начнём? Давайте! Как всегда, в начале наших уроков Школы Сказочников, как в самой обычной школе, Звонит колокольчик. Звоночек. Колокольчик прозвонил? Пришло время нам с вами начать наше занятие и поздороваться. Как всегда, в начале нашего занятия мы первым делом поём нашу песенку «Приветствие». Наша песенка звучит так. Сначала пою я. Я приветствую вас. Здравствуйте, ребята! А вы мне в ответ отвечаете. Здравствуйте! Я у вас спрашиваю. Как дела, ребята? А вы мне в ответ говорите «Хорошо». Я очень надеюсь, что у вас сегодня всё хорошо, настроение у вас хорошее, за окном погода тоже хорошая. И сейчас я расскажу вам, что мы с вами будем делать. Первым делом мы прочитаем сказки, которые пришли на нашу сказочную почту. Потом мы прочитаем одну очень интересную книжку. А потом мы с вами вместе придумаем новую сказку, которую вам надо будет записать и прислать затем нам на электронную почту. Поэтому вы можете уже заранее подготовить бумагу, карандаши, чтобы записать. А карандаши ещё возьмите цветные, для того, чтобы вы могли не только саму сказку записать, но и картинку к ней нарисовать. Хорошо? А мы тем временем прочитаем, я вам прочитаю сейчас сказку, которую нам прислала Яна. Яна нарисовала вот такую картинку. На этой картинке нарисована, в центре картинки нарисована маленькая баба Яга. И вот какую сказку сочинила Яна про маленькую бабу Ягу. Летела-летела маленькая баба Яга. Вдруг она увидела домик, подлетела к нему вместе со своим другом-вороном Карка и постучалась. Из домика вышла злая ведьма и прогнала их. А вечером во время ужина маленькая баба Яга спросила у мамы и папы, а почему эта ведьма такая плохая и злая? А потому что никто никогда не приходил к ней на день рождения. И, кстати, у неё завтра день рождения. И маленькая баба Яга призадумалась. Как же это ужасно, если у тебя нет друзей. А на следующий день маленькая баба Яга опять полетела к домику ведьмы. Злая ведьма опять вышла из домика, но она уже была не одна, к ней прилетели подруги. Ведьмы разошли костёр и начали танцевать и перепрыгивать через огонь. Хуба-буба-расторапа, хуба-дуба-расторапа, хуба-дуба-маттапата. А маленькая баба Яга сидела в кустах со своим вороном и смотрела на них. А потом она вышла из кустов, и они помирились и подружились с ведьмами. Вот, наверное, на картинке и нарисовано, как все ведьмы танцуют и поют. Хуба-буба-расторапа, хуба-буба-расторапа. Спасибо большое, Яна. Отличная сказка, мне очень понравилась. И поэтому я её и прочитала сегодня на нашем онлайн-чтении. А сейчас мы с вами почитаем сказку, которую я приготовила вам сегодня. Она называется «Медведь в своём репертуаре». Написал её писатель Губерт Ширник. А картинки к ней нарисовала русская художница Соня Бугаева. И эта книга одна из моих любимых, потому что в ней рассказывается про медведя. Про одного медведя, который очень и очень своеобразный. Поэтому про него и говорят «Медведь в своём репертуаре». Итак, о чём же эта книжка? Мы с вами будем читать главу, которая называется «Яблоко пришло, отворяй ворота». Не буду спорить, медведь был малость с приветом. Многие утверждали, мол, это от того, что у него было в хозяйстве радио. По радио он ловил новости со всего мира и слушал всякие интересные вещи. А друзья считали, что радио совершенно заморочило медведю голову. Как бы то ни было, мыслей у него всегда было полно. Ведь на свете столько всего удивительного, о чём хотелось бы подумать. Нередко бывало он брёл по лесу и размышлял, ничего кругом не видя и не слыша. А звери только качали головами и говорили ему вслед «Медведь в своём репертуаре». «Чего им от меня надо?» – ворчал медведь. «Уж если на то пошло, то я очковый медведь. А мы от природы не такие, как другие медведи. Мы по медвежести как-то будем. И ничего с этим не поделаешь». Тут он был прав целиком и полностью. Кстати, очковым он назывался не потому, что носил очки. Глаза у него были в порядке. Очковым его звали из-за особой раскраски меха. Сам чёрный, а на морде белые кольца вокруг глаз. И получается, как будто очки. Медведь любил поесть, поспать, погулять в лесу. Но особенно он любил пословицы и поговорки. Услышит какую-нибудь пословицу и сразу записывает себе на листочек, чтобы заучить на всю жизнь. Сразу? Это значит, сначала он идёт на кухню, наливает себе чаю, чтобы лучше думалось. Потом садится за стол, отыскивает чистую бумажку среди груды записок, наваленных на столе. Громко откашливается и бормочет. «Так, так, так, где тут у нас карандаш?» Карандаш, как правило, оказывается сломан. Приходится чинить инструмент. После чего медведь не спеша устраивался, как положено, и начинал писать. За это время он уже узбивал забыть половину пословицы или смешивал половинки от разных. Например, на одном листочке у него было написано «Чем дальше в лес, тем больше дров». Обычная пословица, которую знают все. Но медведь никак не мог её понять, потому что случайно прилепил «в» прямо к лесу, а в конце случайно написал не «с», а кудрявое «з». И теперь он не знал, куда надо влезть – в свой дровяной сарай или в соседский. Ну и вообще, хорошо это или плохо. Иногда медведь перебирал свои записи и находил пословицу, которую уже давно забыл. Например, вот такую. «Яблоко пришло, отворяй ворота!» Что бы это могло значить? Получалось, что яблоки вроде как не любят ходить через калитку и предпочитают ломиться в ворота. А может быть, они просто всегда ходят толпами и в калитку им не пролезть? Разобраться непросто. Да какая разница? В конечном счёте, просто фраза была красивая. Он полюбил это выражение и частенько им пользовался. Встретится с кем-нибудь в лесу и сразу вместо «Здрасте!» или «Привет!» или «Ну, что было, на завтрак!» Он говорит «Яблоко пришло, отворяй ворота!» А другие всякие раскачали головой и вздыхали. Медведь в своём репертуаре. Медведь был уверен, что в этой пословице какой-то глубокий смысл и решил его отыскать. Но вот только как? Дело ясно. Сначала надо разузнать, какие у яблок привычки. Совсем рядышком, через две поляны, от него росла яблоня. Белый налив. Идеальный объект для изучения. И теперь медведь часами сидел под деревом и наблюдал за яблоками. Но они почти ничего не делали. Просто висели. Иногда покачивались на ветру. Чуть-чуть, так что едва разглядишь. Только если присмотреться. Может, в пословице имелся в виду не белый налив, а какой-нибудь другой сорт, ломал голову медведь. Он мог бы спросить, например, умную Луизу, но это, считал он, будет ниже его достоинства. В конце концов, кто у нас специалист по пословицам? Наблюдение довольно трудное дело и навевает сон. Медведь иногда задремывал на лужайке, а потом вздрагивал и бормотал. Что случилось? Пожалуйста, что похоже, что ничего. Он решил все равно вести дневник, как настоящий ученый. Нес бумагу, чинил карандаш и написал «Яблоки». А ниже добавил «Яблоня сорта белый налив». Наблюдение. Период наблюдения – три дня. Результаты. Яблоки, как таковые, висят на дереве, а точнее сказать, на ветках, относящихся к дереву. Слегка качаются на ветру. Никаких других явлений не замечено. Медведь перечитал написанное или сделал вывод. Наверное, нужно еще понаблюдать. Однажды утром, прекрасным и легким, как перышко, медведь стеретил своего друга льва. «Яблоко пришло! Отвори врата!» – весело поздоровался с ним медведь. «А кто из нас двоих яблока?» – спросил лев. «Никто. Вот ведь штука. И яблоки не заходят ни в врата, ни в калитку, ни в дверь. Яблоко может самое большее упасть с дерева, когда созреет». Тогда спрашивается, зачем отворять врата? «Ох, ну просто такая пословица!» – мягко заметил медведь. «Вечно этому льву приходится все объяснять». «Я тут навел справки», – ответил лев. «И выяснил, что такой пословицы нет. Ты, наверное, что-нибудь недослышал». «Вот как!» – изумился медведь. «А позволь тебя спросить, где ты навел эти справки?» «Я спросил у Луизы». «У Луизы, говоришь?» «Да-да, у нее у самой». Видно было, что медведь озадачился. Луиза была подругой льва и довольно умной, хотя и без радио. «Но как же быть с пословицей? Неужто радио его обмануло? Его любимое радио?» «Конечно нет», – сказал лев. «Но может, ты запомнил неправильно?» «Наверняка так и было». Перепутал немного. «Да, неприятная ситуация». Медведю сразу стало неловко. «Дорогой друг», – произнес он серьезно. «Спасибо за интересную беседу, но мне пора домой. Да, дела». И медведь побрел домой. И начал думать, его пословица и нет. Да быть того не может. А какая же тогда есть? Может быть, яблоко пришло, закрывай ворота? Или лучше яблоко в руках, чем синица в небе? Или два яблока погоды не делают? Чепуха, – подумал он. На следующее утро медведь засомневался. А вдруг Луиза ошиблась? И решил забыть о яблоках. Раз и навсегда. Пришло время найти другую любимую поговорку. Он посмотрел на свою кучу записок и выбрал пословицу, которая лежала на столе уже год, а то и дольше. Довольным этим решением он отправился в небольшую экспедицию по окрестностям. Хотел разведать, не поспел или ежевика. Немного погодя, он встретил утку с выводком утят и мимоходом заметил. Беды от яблоньки недалеко падают. «Кря-кря-кря-кря-кря-кря, медведь в своем репертуаре!» Прокрякала утка, с тихим плеском оттолкнулась от берега и поплыла по заросшему пруду, где она жила. Утяты еще совсем маленькие и послушно потянулись за мамой, покрякивая писклявыми глазками. «Кря-кря-кря-кря-кря-кря, медведь в своем репертуаре!» «Кря-кря-кря-кря-кря-кря!» – Дурачье пернатое! – буркнул медведь. – Впрочем, чего от них ждать? Живут в мокрой воде, без радио, без пословиц, у них даже лап приличных нет, шлепалки какие-то. Он сморщил нос, развернулся и потопал домой. Вот такая история произошла с вот этим вот очковым медведем, который, видите, изображен здесь на обложке этой книги. Как вы думаете, как правильно звучит пословица? «Яблоко пришло, отворей ворота» или «беды от яблоньки недалеко падают»? Это правильная пословица, как вы считаете? Напишите мне об этом, я буду очень и очень рада это услышать. А сейчас у нас с вами пришло время придумать нашу собственную сказку. Я беру свой большой черный блокнот, в котором у меня записаны для вас вопросы. Вопросы, которые помогут вам придумать сказку. Я буду вопросы задавать, а вы на вопросы будете отвечать и записывать ответы на ваши вопросы. И из ваших ответов на мои вопросы получится история. Попробуем? Давайте. Итак, первый вопрос у нас всегда один и тот же, потому что в первом вопросе мы говорим о том, о ком эта сказка. Кто герой нашей истории? О ком идет речь? О ком идет речь в вашей истории? Запишите. Второй вопрос. Что с ним случилось? Вот подумайте. Жил бы ваш герой, и однажды с ним такое случилось. Подумайте и запишите, что с ним такого могло случиться. Третий вопрос. О чем он подумал? Да? Давайте мы с вами придумаем, о чем наш герой подумал после того, как с ним случилось то, о чем мы написали во втором вопросе. Да? Хорошо. И переходим к четвертому и к последнему на сегодня вопросу. Чем же все закончилось? Да? Чем все закончилось в истории с вашим героем? Итак, повторяю еще раз вопросы. Вопрос номер один. О ком идет речь? Вопрос номер два. Что с ним случилось? Вопрос номер три. О чем он подумал? И вопрос номер четыре. Чем все закончилось? Записывайте вашу сказку. Присылайте ее мне на электронную сказочную почту. Сказочники school. Собака gmail.com И приходите на наши зум-занятия. Наши занятия в онлайне. Школы сказочников. На этих занятиях мы с ребятами не только книжки читаем, не только сказки придумываем, а еще мы в эти сказки играем. Хотите узнать как? Приходите на наши онлайн занятия. Я буду очень и очень рада вас видеть. А сейчас наше онлайн чтение подошло к концу. Пришло время нам с вами спеть нашу прощальную песенку. Давайте все вместе это сделаем. И в конце нашего занятия, как на уроках в обычной школе, у нас звонит колокольчик. Пока, ребята! До новых встреч!